Подмосковный фестиваль киберспорта в Одинцово – это реальное событие для героев, предпочитающих виртуальное поле битвы. Спорт в привычном понимании сдался под натиском геймеров. Здесь и любители косплея, и зажигательные танцы в интерактивной зоне Just Dance, и киберспортсмены, которым предстоит сразиться в финале подмосковного чемпионата по игре Dota 2. Атмосфера отличается от спортивных традиционных мероприятий, но все равно то, что царит здесь, не передать, надо приезжать, смотреть своими глазами. И, конечно же, радует большая интернет-трансляция, то, что свыше 50 тысяч пользователей смотрят сейчас нас в прямом эфире. В финале областного фестиваля две команды – технопарк из Пушкина и хозяева – сборная «Виктори Лайф». В каждой по пять участников есть даже девушки. Перед началом виртуальной битвы необходимо раскликаться, говорят спортсмены. Это значит проверить мышку, а также клавиатуру, наладить наушники. Игра может затянуться на несколько часов, поэтому кресло должно быть удобным. Человек испытывает такое напряжение, концентрацию, которое испытывает напряжение такое, как водитель болида с «Формулы-1». Это сравнивали к Федерации киберспорта, я знаю, насколько я знаю, там проводили какие-то опыты. Капитан Одинцовской команды Юрий Шпилинов играет более 10 лет. Таким составом геймеры одержали победу в районном турнире по киберспорту. Затем стали лучшими из 32 подмосковных команд. Победители турнира по ДОТА-2 получат договор о трудоустройстве в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и станут первыми киберспортсменами, которых трудоустроят по профилю компьютерного спорта. Карта разделена на две части. Зеркальные. Идут по трем сторонам монстры, грубо говоря. С помощью них ты можешь получать опыт, деньги и плюс убивать врагов надо как раз таки. То есть ты получаешь... Добиться успеха можно разными стратегиями. То есть в каждой определенной игре нельзя сказать, что есть какая-то одна похожая игра на другую. Никогда не будет двух похожих игр. То есть там развиваются события всегда по-разному. Еще одна игровая зона фестиваля – турнир по FIFA 19. Это последняя версия популярного спортивного симулятора. Призовой фонд состязания – 100 тысяч рублей. Желание сразиться выразили 64 игрока. Каковы условия участия в этом турнире? Нужно было просто зарегистрироваться в интернете и все. А в этом бункере идут виртуальные бои «Танковая армата» – проект Центрального аппарата ДОСАФ России. Команда Ассоциации патриотических клубов, в составе которой 10 киберспортсменов из Рязани, сражается с гостями фестиваля. По мнению экспертов, виртуальные возможности «Арматы» позволяют продемонстрировать военную мощь танковой техники. Мы убеждены, что сейчас кибервозможности очень хороши для нас, для военно-патриотического воспитания, для воспитания молодежи. Поскольку дети социализированы сейчас в киберпространстве, в киберсреде. И для того, чтобы показать возможности наши, очень интересные, очень большие, те возможности, которые есть у нас в живой жизни, их можно вот так вот продемонстрировать в киберпространстве и таким образом завлечь молодежь. Фестиваль Воденцова – первое крупное событие по киберспорту в Подмосковье. Его организаторы планируют расширять площадки, предлагая новые возможности для тех, кто хочет совершенствоваться в виртуальном, но все-таки спорте. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.